Добрый день, уважаемые трейдеры инвесторы. Сегодня 25 декабря, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете за спиной на ежедневной основе. Признаться надо, сегодня я забыл про обзор. На самом деле, котировочки не двигаются. Думаю, нормальное воскресенье. Но напоминаю, сегодня празднует весь капиталистический буржуазный мир, празднует Рождество. В Соединенных, по некоторым данным, еще Штатах Америки оно тоже началось. И в Австралии, Франции, и везде, везде в странах победившего капитализма празднует Рождество. Но во вторник тоже, тоже дойдет и до Гонконга, Швейцарии, Италии, и даже Новой Зеландии. А в Канаде будет день подарков. Вот такая, друзья мои, история. Но напоминаю, что те, кто торгует в международном брокере InstaForex, должны знать расписание. Расписание у нас сегодня 25 выходной, а завтра у нас Forex с 6 утра, друзья мои. Ну и дальше, агрофьючерса и так далее. Чуть попозже все остается как обычно. Обычно, но по индексам выходной, поэтому смотрите внимательно. То есть будет, друзья мои, прям весело. В любом случае, можете вот это заскринить и, собственно, понимать, когда будут, где, какие праздники. К пятницу, кстати, все в порядке. Давайте приступим к обзору графиков. Поехали. Итак, напоминаю, котировочки у нас не двигаются. И это нормально, друзья мои. Завтра в 6 утра у нас валютки начнут шевелиться. Но я сегодня больше вещаю по поводу того, что какие у нас выходные, какие нет. Чтобы трейдунишки не впадали в панику, не бились головой об экран, не понимая, почему у них не шевелятся котировочки. Ну вот и почему это происходит. Но, в общем и целом, хотя бы проанализировать после, собственно, озвучивания вам новостей по новостям, что у нас вообще по неделькам. Торговая неделя закончилась, и поэтому надо хотя бы, хотя бы посмотреть, что у нас по неделькам. По золоту начнем. По золоту продолжается бычья тенденция. Напоминаю, для тех, кто в танке, бычья тенденция характеризуется повышательными хаями и понижательными лаями. Для кого-то, друзья мои, ругательство, а для кого-то полезная информация. То есть, пока у нас бычья структура не сломлена на недельках, и сломится она только в том случае, когда у нас перепишется какой-нибудь ближайший, важный для покупателя уровень, либо этот, либо уровень поддержки сопротивления, на который молятся последователи Герчика и приносят ему свои жертвы в виде депозитов. То, собственно, пока это все бычья структура находится выше на всех уровне поддержек мыслимых и немыслимых, поэтому насчет шортов нужно быть осторожным. То есть, недельки однозначно бычья, у нас пинбар был лонгой на прошлой неделе, бычьи тенденции и так далее. Что касается четверочек, что по четверочкам, друзья мои, здесь начинаются вопросы. То есть, ну, логично, да, я говорил, что перед праздниками могут проходить фиксы. Так получилось, то есть, последние фактически 8 часов золото падало, и я не удивлюсь, что оно может прямо и подразвернуться. Это не говорит о том, что нужно будет резко завтра в 6 утра шортить. Вот, но важный для всех анализаторов, форекс-анализаторов уровень будет находиться на котировке на 2047 долларов за непонятному никому тройскую унцию. И, собственно, те, кто покупает под нее, будет стопиться. Те, кто продает, собственно, здесь будут, наверное, первые цели. То есть, ну, здесь тоже тенденция однозначно обычая, никакого шортового слома здесь пока не происходит, если вы, конечно, не берете в качестве шортового слома вот эту вот инициативу. Потому что, если натянуть расширение покойного Антонио Фибоначи, то увидите, что мы сейчас отопчемся в районе 50% отката. Ну, если вы играете в такие игры, то стопик у вас должен быть за ноль. Сами понимаете, удовольствие дорогое. Дорогое. Мы на прошлой неделе забрали вот это движение вверх на обновление площадки. То есть, структура АБЦ закрылась. Кто-то срочно продает, кто-то срочно покупает. Я в этой предновогодней вакханалии не участвую. И, в принципе, я удивлен в том, что до нового года хотя бы эта площадка отработала. Ну, и по евро в корреляции, в принципе, то же самое. Вот поэтому, напоминаю, что супер-гигантский план на падение зла никуда не делся. Мы еще можем упасть. И все это активно никуда не делось. То есть, уровень, который называется 1800, тут плюс-минус два локтя, он остался. И мы можем довольно резко сюда влететь вниз, как это было ни раз, ни два и не 500. Соответственно, что в этой ситуации, естественно, на перетянутом бычьем рынке логично присматриваться к шортам, друзья мои. Логично. У нас есть площадка, есть куда идти. Она не единственная. Здесь поставляли денег массу. Я думаю, что за ними придут. Надо присматриваться. Присматриваться. Если будут шортовые сломы, то пытаться что-то здесь искать. Именно в южном направлении. Пара евро-доллар отыграла полностью пятницу. Пробила все уровни, про которые я говорил. Мы зафиксировали очень неплохую прибыль. Как минимум 5 к 1. Здесь получилось взять очень технично. Еврик сыграл от инициативы, от отката на откате слом. Те, кто брал со слома, там при стопе до 20 поимел 1200. Это 6 к 1, но я знаю, что трейдунята кассе порят. Я думаю, 5 к 1 они могли бы здесь взять. Естественно, все кидаются сразу либо в перевороты, либо в развороты, либо там прочие конвульсии. Но я говорил, буду говорить, что в рамках системы работы по сломам с целью охоты за стопами после фиксации прибыли не нужно никуда переворачиваться или разворачиваться. Нужно снять деньги, потратить их и возрадоваться жизни. Поверьте, друзья мои, это психологически очень важный момент для начинающих, а то и не очень трейдунишек. Поэтому каких-то мощных, новых, важных торговых идей по этому инструменту у меня нет. То, что я вижу на недельках, которые у нас только что закрылись, это однозначно бычья структура, которая подтвердила свой бычий характер в виде переписывания вершины текущего, что там с ноября, там, можно сказать, кварталы. И я не удивлюсь, что это рано либо поздно закончится продолжением этого роста, под основанием которого находится ожидание слабого бакса, которые были озвучены на ближайших фомках на следующий год. Не факт, конечно, что это произойдет, еще будет миллион корректосов, заявлений, переобуваний в воздухе, как это обычно бывает. Но пока вся эта структура бычья, мы здесь поимели движение, отлично. Каких-то глобальных разворотов я здесь не вижу. Продолжение роста себя подтвердило. Охоты за стопами на недельках у нас никакой нет. На четвертом таймфрейме тоже никакой охоты нет. Четкая бычья структура, закрылась АБЦ, ну, немножко сдулись после пробоя, и все, ничего здесь пока нет. Срочно шортить здесь не вижу смысла. Каких-то целевых площадок нет. Поэтому вообще, в принципе, я бы обратил внимание на то, что последнюю неделю точно перед Новым Годом лучше сократить свою трейдерскую активность, потому что вы попадаете во время опасных движений, когда крупные игроки могут совершать какие-то действия, которые могут повлечь повышенную волатильность на рынке. Кто-то фиксится, кто-то там жахает, кто-то переворачивается, кто-то усредняется. Да, друзья мои, поверьте, у банковских трейдеров это тоже обычное дело. Посмотрите в Википедии историю банка со ССИТ-Женерали, трейдера, который просадил миллиард евро, друзья мои. Сделать он это мог только на усреднении. Так вот, такое бывает. Это может, конечно, переводить к нелогичным движениям. Переходим к паре фунт-доллар, друзья мои. Фунт-доллар тоже пошел по моему сценарию, который я давал от слома. Кстати, именно на пятнашках слом удержался. И пошел в трешку. Ну вот, уже дал хорошее соотношение. И логично, логично было бы увидеть продолжение вот этого бычьего тренда. То есть, евро все обновил, а фунтик еще никак. Так, фунта подвели вот эти новости, по-моему, там ВВП было у нас 20 декабря, могу ошибаться. Но прям фунта, то есть, если бы не было вот этого падения, то вот весь этот рост, он бы уже давно переписал все хая по фунту. Поэтому, на мой взгляд, фунт сейчас недооцененный, да, и присматриваться к лангам можно. Если вы его, конечно, не купили вот в этой точке, там, где мы об этом говорили, ну, собственно, в четверг, получается. Так, переходим к австралийскому доллару, который героически, друзья мои, героически тянется к двойной вершине забытого июня месяца. По котировочке 0.69, я думаю, рано либо поздно, а скорее всего, рано, мы сюда дойдем и зафиксируем гигантский апокалиптический профит, который может вас сделать богатыми и независимыми, как вы, конечно же, мечтаете. Осталась какая-то сущая ерунда, какая-то тысяча пунктов по пятому знаку, и здравствует финансовая независимость. Так, ну, а на недельках, на недельках у нас по инструменту однозначный бычий тренд. Все началось с бычьего импульса, откат, слом, те, кто купил, молодцы. Дальше новое зажатие, то есть здесь сигналов на покупку нет, здесь просто мощный бычий тренд. Если будет вкатывать, будем подбирать в ланге еще. Если не будет вкатывать, значит, просто выйдем на 0.69 и возрадуемся жизни. Так, доллар-канадец валит вниз, пробивает все, что только можно, не дает ни зайти ни в buy, ни в sell, прям сурово, сурово летит вниз, мощно, мощно. Упала, кстати, в небольшой ланговый слом, и отсюда может пройти коррекция. Ну, я думаю, логично было бы, да, допустим, вот нижнего слома войти в коррекцию там 0.33 и как бы зафикситься. Но в этом случае у вас не очень хорошее соотношение. При стопе получается в 150, take profit 120. Это, друзья мои, не very well. Инструмент не самый техничный, но периодически, кстати, радует, придунят неплохими сломами. Обратите внимание, то есть что-то, что-то отрабатывает довольно неплохо и даже уходит в дальние от своей цели площадки, что тоже very well. Так, доллар-иена, доллар-иена упала в ланговый слом уже, причем не первый раз, да, то есть первый тест, второй тест, третий, это все говорит о том, что это все будет пробито. Я называю это давление на слом, то есть первый тест, там второй еще ладно, но третий, четвертый, досвидос, это однозначно будет пробой. Но мы начинаем обзор именно с неделек, напоминаю, что недельки доллар-иена падает уже в месяц с большим и текущий месяц, а уже и скоро и год, закрывается вот таким вот пином, который говорит о том, что лететь еще и лететь этому инструменту. Я надеюсь, что его хая уже обозначены точно и не только пинками Банка Японии, но и просто слабостью американского доллара, которую мы видим по многим другим инструментам. Жижа, жижа подваливает, подваливает, да, сегодня там Монгола заявила о том, что не хочет находиться в ОПЕК, естественно, это будет приводить к снижению котировок, я не знаю, что они там все думают, если, грубо говоря, их не устраивают ценники на текущую нефть, и они выходят из ОПЕК, хотят добывать больше, значит, нефть, соответственно, будет дешевле, правильно? Вот, если нефть будет дешевле, то добывая больше и продавая нефть по более дешевым ценам, они будут либо при тех же деньгах, либо еще меньше. Очень странное заявление, но все это коррелирует с моей невероятной торговой идеей на повышение ценников на нефть ниже 60. Напоминаю, что эти цены не только нравятся мне, как техническому аналитику, но и Джозефу Байдену, который говорил о том, что именно от этих котировок они будут закупать жижу в свои стратегические запасы. И здесь может пойти очень мощные поддержки, не провороньте этот уровень, ценники могут загнать сюда вот этими высказываниями различными, статьями и так далее, а откупать ее будут уже большие американские пацаны. Поэтому слово пацана закон. Переходим к биткоину. Биткоин, в отличие от других инструментов, болтается, болтается и котировочки двигаются. Напоминаю, что инструмент, кстати, на четверочках тестирует шартовый слом, и как бы, друзья мои, не получилось вот такой вот шартовый вакханалий, который кинет покупателей о их любимый уровень 40 тысяч долларов за монетку, которую вы никогда не поддержите в руках. Да, понятно, и сверху тоже масса денег, но здесь, в принципе, стопуля коротышка, а профит крутышка, юмореский от Шевченко. Напоминаю, друзья мои, что я старый добрый медведь по крипте, и это не единственная цель, которую бы мне хотелось увидеть. Мне бы хотелось увидеть вот так. Вы, конечно, сейчас перекреститесь и правильно сделаете, а мы перейдем к индексу доллара. К индексу доллара, который на недельном таймфрейме, логично обсуждаемом в понедельник, продолжает валить. Бычья коррекция у нас не пошла после выхода новостей из США, у нас бакс продолжил падение. Очень жаль, что, конечно, индекс не протестил зону шартового слома 2022 года, но, как говорится, и хрен с ним. Так, что касается индексов, друзья мои, индекса на слабом баксе все в легком тузимуне. Из тормозков у нас только футсик, который, не знаю, мне кажется, футсик это по крайним, ну пусть даже, не знаю, с 21, 22, 23 год. Особенно 22, 23 футсик это просто счастье сеточника. Смотрите, этот инструмент гуляет в своем диапазоне и не хочет никуда выходить. То есть вычисляете диапазон, работаете от границ и вот они, вот он Грааль, как говорится. Так, ну все остальное очень высоко. S&P, NASDAQ, S-Taxx, все на хаях. Но единственное, что говорю о том, что под конец года возможны фиксы. Логично, что инвестор будет фиксить прибыль и выводить часть бобосов, в том числе для того, чтобы как следует, как говорится, погулять. Так, ну а что касается газа. Газ немножко подрос, но не удивлюсь, если он откроется опять внизу. Внизу и мы, наконец, его начнем покупать ниже 2 долларов. Это будет прям подарок, новогодний подарок от газовых трэдунишек. Так, доллар-франк. Начинаю с доллар-франка и дальше у нас сеточный метод торговли. Просто сейчас пробегусь, котировки не двигаются. Напоминаю, в пятницу доллар-франк переписал минимум текущего года. Это сигнал на начало сетки, набора сетки лимитных покупок с шагом не менее 500 пунктов. По пятому знаку. По канадцу франку та же самая история. Бьется алая. Здесь шаг 500. Можно стартовать с пробоя минимум текущего месяца. Все, что связано с иеной, канадец иена, франк иена, все пошло в коррекцию. Но напоминаю, что по канадцу иену, хотя я не люблю, конечно, вот эти все технические истории по красам. Но очень зловещая площадка, которую, скорее всего, выбьют. И инструмент приступит к существенному снижению. Так, что касается кроссов с Австралии. Австралийский канадец подбычивает. Планы у нас не меняются. Чем выше, тем, собственно, присматриваемся к шортам. Сеточкой выше апрельских экстреммов. Примерно вот такой шаг здесь можно раскинуть. У новозеландца франка пока не трогаем. Он не вышел за края диапазона. Так, ну и австралийский новозеландец спит вообще в своем диапазоне. Но это, друзья мои, затишье перед бурей. Этот товарищ любит так делать и выстреливает. Мама, не горюй. И все, кто попался в эти ловушки, потом теряют деньги. Лучше работать от их краев. Так, что касается Еврокада. Я жду продолжения движения наверх. Переписывание исторических экстреммов и набор сетки лимитных продаж. Шаг не менее тысячи. Еврофранк жутко давит на лоя. Опять переписал минимум текущего года. Можно набирать в ланге шаг не менее тысячи пунктов по никому непонятному пятому знаку. Евроауди валит. Будем набирать ниже мая текущего года. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по пятничному видео. Так, так. У нас шесть комментариев. И здесь ребята меня учили, как правильно выставлять фигурки на панели метатрейдера. Всем спасибо. Все молодцы. Я научился. Я надеюсь, научится и кто-то другой. Так, спасибо за идеи. Инстат Форекс работает со странами СНГ. Друзья мои, он с большим удовольствием работает с любыми странами. Так. И ваше мнение по канадцу. На дневке возможно разворот от летнего слома. Я видел, сегодня прокомментировал. Там малое соотношение. Либо нужно подтверждение. И еще СНП 500 от слома на перехайм. 15 хороший импульс шорт. Друзья мои, я не любитель сигналить по этим чертовым индексам на меньших таймфреймах. Лучший инструмент для работы по сломам, на мой сугубо некомпетентный взгляд, это пара евро-доллар. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть открытый канал, телеграм-канал по трейдингу, который я продолжаю наполнять интересными темами. Подписывайтесь. Есть открытый телеграм-чат, где мы обсуждаем различные торговые идеи, софты и так далее, которые привязаны к этому каналу. Тоже подключайтесь. Напоминаю, что с ИнстаФорекс у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую именно вы можете вообще не платить свопы и торговать на ультра-спредах. Вопросы можете задать в этом телеграм-чате. Напоминаю, что всем моим рефералам доступен закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Продолжение следует...